Виктор Михайлович, скажите, пожалуйста, вы часто посещаете господина Малаховского? Ну, не часто, но раз в несколько месяцев. А в средствах массовой информации появлялась информация, что его предупреждали, что если он будет давать не те показания, которые нужно, то его лишат условно-досрочного освобождения. Можете как-то прокомментировать, правда это или неправда? Значит, из общения с господином Малаховским, мы с ним знакомы, это больше 20 лет, значит, я это подтвердить не могу. Значит, в колонии, где он содержится, я посещаю его, задавал ему этот вопрос. Он говорит, что бесед на вот эту тему с ним не проводилось. Спрашивали его единственное состояние здоровья и прочее, на то случай, если его придется отправлять в Москву. У него там белый нефрик, что-то еще там, вот в этом плане. Сегодня, перед началом, в соседнем зале, мне судья предоставил возможность с ним беседовать. Я первым же вопросом ему задал, когда он приехал в Москву. Казалось, что неделю назад его привезли. То есть, у нас никакой информации не было о его пребывании. И после этого я его спросил, не пытались ли здесь с тобой работать, на тебя давить, ну и так далее, обещать что-то или, ну, как-то влиять на твои дальнейшие показания. Он сказал, нет, ни в каком виде и никто. Вот все, что я на это что-то могу сказать. А вообще здоровье его нормально? Ну, у него есть проблема. Пиелонефрита, это почки, да? Да, но кое-чего еще. Там вода не самая лучшая. Вообще, дыра страшная. А сегодня его обратно будут отвозить? Ну, не сегодня, очевидно. Ну, уже все его теперь, как этап, сформируют. Его сюда не спецконвоем везли. Обычно он при отсутствии безводного до Нижнего Новгорода ехал, то ли двое, то ли трое суток, это 120-140. Дмитрий, пожалуйста, а он никогда, вот вы сказали, что вы знакомы с ним более 20 лет, а никогда он вам после ареста не говорил, что вот он сожалеет, что работал в этой структуре генеральным директором, то как-то вот лучше бы он свою жизнь устроил по-другому? Нет, никогда он такого не говорил и вины своего никогда не признавал в том процессе. И у меня в портфеле приговор лежит, ну, бред, просто бред, да? Ничего общего с законом там не было. И, к сожалению, никогда не высказывал, и полную лояльность Ютусу всегда. Он идейный в этом плане Ютусу.